Хотим, чтобы вы прислушались к нам и поняли, что QR-код это не про здоровье, это рычаг воздействия на людей. С людьми так не надо. Мы, как сказать, народ, который любит нашу страну, уважает нашу власть. И, пожалуйста, давайте будем друг к другу относиться с уважением и чтить вообще все наши традиции, память наших предков, которые боролись против сегрегации и победили фашизму. И не будем сейчас возвращаться к той точке, от которой там вообще было всем тяжело. Договорились. Я вас благодарю за то, что вы слушали. И я надеюсь, вы нас услышите. Вы, давайте так, вчера слышали, что сказал президент? Конечно, слышали. Невозможно создать закон, который будет дискриминировать какую-то часть граждан. И одновременно этого не делать. Так не бывает. Люди, они свободны? Президент и говорил о добровольности. И говорил о том, что надо не принуждать, а надо разговаривать. 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 Я не могу пойти в музей, потому что у меня нет QR-кода. Сейчас я не могу пойти в ресторан, я не могу пойти в музей, потому что у меня нет QR-кода. Смотрите, но вы должны думать не только себе, а те, кто рядом с вами. Я думаю, безусловно. Я надеваю маску в общественных местах. Вопрос вакцинации, ну, как сказать, это должна быть моя тайна, да, но я не антиперевивочник, сразу скажу. Но против QR-кодов я буду выступать и буду призывать вас к тому, чтобы... Я вас слышу, более того, уважаю. И вы свою точку зрения высказали. Безусловно, она для меня значилась. Хорошо. Не может быть сегрегации какой-то, я не знаю, лояльной... Нет, нет, я вас еще раз услышу. Я вас услышу. Я благодарю вас за встречу. Спасибо вам. И учитывая, что мы в понедельник будем обсуждать с правительством законопроекты, ваша точка зрения будет лежать в основе того диалога, который состоится. Потому что мы должны обеспечить в том числе ваше представительство и озвучить точку зрения, которую вы высказали. Я ее озвучу и попробую получить ответы на вопросы, которые здесь прозвучают. Самый главный вопрос это про здоровье или QR-код. Как он влияет, как он может повлиять и улучшить здоровье наших граждан? Никак. Здоровье наших граждан может улучшить хорошая медицина. Она советская, она была самая затратная, но она была готова к подобным ситуациям. Мы за возврат качественной медицины, качественного образования. Я хочу, чтобы наши граждане, мои дети были вновь самые читающие нации в мире и были вновь самым образованным народом. Я за это. За медицину, за образование. Это является основой государства сильного. Могу вас поздравить, сегодня у нас в Саратове завершена работа по строительству инспекционной больницы. Это будет самое современное, высокотехнологичное, с медицинской точки зрения, лечебное учреждение, где есть все. Каждая палата реанимации с одинокотом, одинокотом. Вот за это вам огромное спасибо. Вот я к тому, что в этой части мы уже делаем определенные шаги. У нас с вами на будущий год должна быть завершена работа по строительству онкологической больницы. У нас нет с вами современной. Это будет также самая современная онкологическая больница, и жители смогут не только диагностировать здесь, но и проходить лечение, которое сейчас невозможно. У нас на будущий год начнется строительство областной противотуберкулезной больницы, которая находится вот здесь, вот рядышком Навольской и Мичурина, в приспособленном здании Петра Ильича Столыпина, губернатора. Дом его заняли под противотуберкулезную больницу. На будущий год начнем строить ее и завершим в 2023 году. Это тоже будет самое современное, потому что мы проект взяли, базовый, в нашей инфекционной больнице. Вот три больницы специализированные, а у нас с вами инфекционной больницы для взрослых нет. Вот вы говорите, советский период, я всегда за то, чтобы самое лучшее перенять и дальше на этом, как на фундаменте, двигаться дальше. Вы скажете, что Оликова говорила о том, что оптимизация здравоохранения – это хорошо. У нас с вами не было инфекционной больницы для взрослых. Есть только отделение. А детская больница, понятно, морально устарела. Поэтому завершение строительства монтажных работ и запуск областной инфекционной больницы, которая может принять до 1200 человек больных ковидом – это во многом разгрузит здравоохранение, и люди смогут по другим заболеваниям обращаться в больницы, которые сейчас заняты ковидниками. Понимаете? Вот конкретные шаги. Что касается всего остального, надо обсуждать. Вот вы пришли, высказали свою точку зрения, меня озаботили. Высказали. И очень бы хотелось, мы подготовили Ольгу Владимировну Таниде, как председатель родительского надзора, она подготовила предложение по внесению изменений в наши законы, в статьи, которые гарантировали бы гражданам защиту от подобных постановлений, которые противоречат... Вы это смотрите на губернатора? Нет, Бусергина хотела увидеть, но его здесь нет, да. Есть, да. Вот смотрите, вот смотрите, депутаты государственной думы находятся в зале пленарных заседаний почти 7 часов. Понимаете? Плечок в плечу. И мы начинали работу буквально меньше, чем два месяца назад. У нас в день находящихся на больничной койке заболевших ковидом было 12 часов. Работа, которая сейчас проведена, в последние вот уже несколько дней показывает, что нет ни одного заболевшего ковидом. Поэтому надо обсуждать все эти меры. Надо обсуждать, и хотелось мне вот это сказать. Вы как депутат государственного, как спикер, вот чтобы не было подобных постановлений в регионах, которые запрещают мне ходить в музей, в библиотеку, помогать ребенку, посетить там ресторан, кафе, что-то еще. Вот хотелось бы, чтобы местные постановления не противоречили на сегодняшний день федеральным законам и статьям Конституции. Это очень важный момент, потому что то, что происходит в регионах, то, что творится в Казани, например, да, это же ужасно, такого быть не должно. Но люди, они находятся на пределе уже. Смотрите, поэтому, во-первых, надо рассматривать это с позиции, ситуация, которая сложилась в регионе, и исходить из того, что главный санитарный врач принимает такие решения, а регион их обязательно исполняет. У нас эти нормы есть с вами. Но мы не стали принимать национальный календарь. Вот там было прохожено. Ладно? Спасибо вам за встречу. И от вас все получилось.